На Руси чесотка была не редким заболеванием, при этом с ним хорошо справлялись, эффективно, быстро, подручными средствами. Как сегодня дела обстоят в этом плане? То, что лечили препаратами серы, это однозначно, то, что лечили дегтем тоже, лечили всевозможными отварами, лечили всевозможными приготовлением из корней, из коры, маслами всевозможными, допустим, маслом лаванды можно прекрасно лечить. Но вот наша современная народная медицина предлагает массу всевозможных, как всегда, пёстрых, разнообразных методик для лечения подобного заболевания. Ну, скажем, я вычитал, на мой взгляд, несколько, ну, смешной, знаете, такую методику лечения чесотки. Нужно взять 200 грамм куриного помёта, смешать его с определенным количеством смальца, вот, вазелина, серы, и это получится прекраснейшей эффективностью лечить, написано лечить, пока не вылечишь. Есть ещё одна методика народная. Нужно купить 6-8 килограмм соли, сварить её так, и так рекомендуют, именно сварить соль до такой массы. Потом в ванну набрать воды, довести температуру воды до 37-38 градусов, опрокинуть туда эти 6-8 килограмм соли, лечь на час, полежать, не через час выйти из ванной, не вытираясь, дать возможность высохнуть, одеть бельё и через сутки повторить. Так лечить до тех пор, пока не закончится соль или пока не вылечится чесотка. А чем же тогда обрабатывать поражённые участки тела при чесотке? Можно использовать чистотел, взять 4 части чистотела, 1 часть вазелина, всё это смешать и смазывать поражённые части, чистотел. Можно взять берёзовый дёготь, 1 чайную ложку, можно взять пол столовой ложки зелёного мыла, пол столовой ложки смальца, пол столовой ложки серого порошка, серого порошка. Всё это смешать, и чайную ложку дёгтя, всё это смешать, мазать в течение 5, максимум 7 дней, ежедневно меняя бельё, ежедневно принимая душ. В общем, такая щадящая, хорошая методика, которую, в общем-то, можно всегда использовать. Вы забыли упомянуть ещё одно такое универсальное средство, как спирт, которым протирают всё. И чесотка не исключение. Можно ли избавиться от зуда и ускорить процесс заживления расчёсанных ран, если обрабатывать повреждённые участки тела спиртом? Вот вы сами сказали, как вы полагаете, вы сказали, что повреждённые участки тела. Вот на повреждённый участок тела взять и налить немножечко спирта. Особенно если это ребёнок, то больше он вас с этой бутылью не подпустит к себе. Даже если взрослый человек и поражены достаточно большие участки тела, то он откажется. Но мы же знаем всё, что спирт убивает все микробы. Спирт убивает все микробы, но он не убивает того паразита, который спрятан внутри там. Понимаете? То есть на него он не воздействует? Нет, он на него воздействует. Если его капнуть на сам клещ каплю спирта, вот в лабораторных условиях, вытащили мы клеща, положили его на стёклышко, капнули на его каплю спирта, через 5-7 минут клещ погибнет. Но вы понимаете, нет такой методики, чтобы лечить чесотку чистым спиртом. И даже не чистым, даже разведённым. Мне кажется, что спирт можно использовать для того, чтобы уменьшить зуд. Но это не радикальная методика. А какие-то травки можно использовать? Травки можно. Отвары, может, но стои из трав. Можно. Я уже сказал о том, что можно чистотел. Пижму, руту. Вот есть такая методика, когда делают отвар и обрабатывают всё тело. На сутки или на 12 часов. Потом опять меняют бельё и несколько раз до 5 дней можно обрабатываться таким раствором. То есть отваром этим. И даёт хороший эффект. Некоторые говорят о том, что избавиться от чесотки можно, если воспользоваться таким рецептом. Масло растительное. Его подогревают, кипятят, добавляют туда чеснок, лавровый лист, лук. Всё это вместе кипит, процеживают и потом эту массу накладывают на тело. Да, так делают. И действительно здесь многое зависит от фантазии самого больного. Да, конечно. Есть такая методика с маслом, а есть методика в масло добавляют лук, чеснок. Тоже кипятят в течение, допустим, 20 минут. Потом процеживают, выдавливают всё. И этим маслом можно обрабатываться. Есть ещё такая методика. Кусочек мыла. Нарезают мелкими ломтями. Заливают водичкой. Растворяют его. Вы знаете, что вода сама растворит мыло через какое-то время. Потом это всё на лёгком огне кипятят. Добавляют туда лук, чеснок. Луковицу средних размеров можно порезать. И чеснок одну, ну, скажем так, несколько долек. Всё это должно прокипеть 20 минут, потом хорошенечко всё растереть. Можно вынуть, можно растереть, можно процедить через марлю и через дуршлаг. И всё это можно сделать так, чтобы опять получился кусочек мыла. И этим мылом можно натирать поражённые участки. Несколько раз в день и несколько дней. Два, три, четыре дня, говорят, вполне достаточно будет для того, чтобы вылечить чесотку. Все методы народной медицины, к ним обращаются люди тогда, когда лечение теми известными способами и средствами не даёт эффекта. А не даёт эффекта, потому что там уже очевидно, скорее всего, на мой взгляд, от неправильного, от чрезмерного, от фанатичного лечения появился дерматит, может быть, с экзематозом уже. И чешется уже не чесоточный зудень, вызывает этот зуд, а осложнения, которые появились после. А чем мыться при чесотке? Какое мыло использовать? Какое-то определённое, если нет, например, времени и сил делать вот такое мыло, как вы рассказывали, самостоятельно, да? Какому мылу лучше отдать предпочтение? Может быть, использовать какое-то хозяйственное мыло, дегтярное, не знаю, берёзовое какое-то? Лучше всего дегтярное мыло. Есть частным образом изготовленное дегтярное мыло, достаточно качественное. А есть государственное мыло дегтярное, которое, в общем-то, на мой взгляд, можно и тем, и тем пользоваться. Лучше всего мыться дегтярным мылом. Чесотка может пройти самостоятельно, без лечения? Может, но чесотка псевдо, чесотка, о которой мы говорили в прошлый раз. То есть это, когда появляется заражение от животных, домашних. Вот, это псевдо, чесотка. Чесоточный зудень от животных на нашем теле не приживается. Слава Богу. Продолжение следует... Продолжение следует...